Сегодняшний прием был проведен с поправкой на ситуацию с коронавирусом. Вячеслав Фетисов и Алексей Спаский в режиме видеоконференции рассмотрели ряд вопросов, с которыми к ним обратились местные жители. У нас очень хороший рабочий контакт с главой. Алексей Петрович присутствует на всех приемах депутата. И это облегчает вообще решение вопроса. Если он видит, что вопрос заранее, так скажем, проработанный, можно решить непосредственно во время приема, то, конечно, это упрощает процесс, ускоряет его. Ирина Митрошина обеспокоена экологической обстановкой в Расторгуевском парке. По ее мнению, руководство парка не уделяет этому вопросу должного внимания, а возводимые в нем малые архитектурные формы и проводимое благоустройство не выдерживает никакой критики. У нас там парки, пруд нерасчищенный, засыпаются истоки реки, грязи, и Базян, извините. И там разные ручьи, тоже вся эта грязь идет. А парк экологический. Мы тоже настаиваем на том, что парк не должен быть многофункциональный. Алексей Спасский заверил Ирину Александровну, что, несмотря на массу различных, порой противоположных мнений по поводу развития парка, будет выработана позиция, которая должна отвечать чаянием большинства местных жителей. По поводу, что и как дальше делать в Расторгуевском парке, то участвуем в дальнейшем обсуждениях, в фокус-группах, потому что, повторюсь, ни единого мафа, ни единого гвоздя мы больше после того, как придем к какому-то соглашению, не в объем. Содействие волонтерам, проблемы с детскими дошкольными учреждениями и даже налогообложения. Спектр вопросов, с которыми люди обращаются к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову, весьма широк. И формат видеоконференции позволяет по-прежнему оперативно реагировать на запросы граждан. Это новый формат для многих, особенно пожилые люди. В любом случае, это то, что не откладывает решение вопросов в долгий ящик. Конечно, непонятно, сколько все это еще продлится. А проблемы людям надо решать. В той или иной степени мы стараемся услышать, понять проблематику и решить те вопросы, которые требуют решения. Рассмотрение заявлений граждан в тандеме также позволяет использовать более широкие возможности для решения проблем жителей, как на муниципальном уровне, так и на государственном. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.